В Экибастузе, как и в большинстве регионов, довольно старый жилищный фонд. Многим домам уже больше полувека. Чтобы сделать там ремонт, жильцы таких домов могут подать заявку на участие в модернизации. А сделать это им помогает героиня нашего сегодняшнего выпуска, специалист отдела жилищной инспекции Зейнура Бесимбекова. В Экибастузе в этом году, благодаря специалистке, заявки на модернизацию приняли от жильцов 10 домов. В следующем году их уже будет более 20. А это значит, что им отремонтируют крыши, бойлеры, лифты и другие важные для жизни объекты. Модернизация делается за счет республиканского бюджета на возвратной основе. Сроком на 10 лет. То есть, к примеру, когда у жителей не хватает средств на то, чтобы обновить условно кровлю, или покрасить дом, или что-то делать? Да, либо когда не все собирают на это средства, они могут воспользоваться программой модернизации. И там уже главное, чтобы было согласие от жителей, 70% согласия от жителей, от собственников квартир и нежилых помещений. Уже за других, кто не согласен, они уже ответственность не несут. Модернизацию могут пройти только те жилые объекты, жильцы которых зарегистрировали общедомовой кондоминимум, то есть получили все права на дом. В соответствии с законом о жилищных отношениях, многоквартирные жилые дома должны быть зарегистрированы в Центре обслуживания населения. Правоустанавливающий документ – это дает право собственности на земельный участок, на сети, в подвале. В общем, фактически на все, что собирают жители из средства. Основные функции жилищной инспекции – это государственный контроль. Мы проверяем органы управления, мы проверяем безопасную эксплуатацию газовых баллонов. Мы ответственны за лифты, за эскалаторы. Если какие-то обращения обоснованы от жителей на качество работы, на замечания, жилищная инспекция открывает официальную проверку. Мы можем привлечь к административной ответственности. У нас уже были такие прецеденты. На госслужбу Зейнура поступила 8 лет назад. Начинала с работы в отделе занятости. Совсем недавно прошла отбор в региональный кадровый резерв. Желающих было более 300 со всей области. Отобрали только 20 человек. Теперь госслужащая может претендовать на руководящую позицию вне конкурса. По инициативе главы государства проведен отбор региональной кадровой резервы. Проект нацелен на формирование пула молодых управленцев. Когда я узнала про кадровый резерв, я захотела поучаствовать. В первую очередь это был вызов себе. Я хотела проверить свои профессиональные знания. Конкурс был непростой. Длился на протяжении года. Оценивали как знания законодательства, так и личные качества и компетенции. Каждый участник презентовал свой проект по развитию региона. Но и об основной работе было важно не забывать. Редмина, расскажите, как вы узнали о том, что необходимо регистрировать кондоминиум? У нас на общем собрании жильцов дома по Кеншиллер-15 было собрание. И были представители Сакимата города. И они нам, естественно, предложили эту слову, что мы зарегистрировались на кондоминиум. Непосредственно нашим руководителям, можно сказать, была Зейнур. В течение трех месяцев полностью всю регистрацию, естественно, мы прошли. С большим успехом. И хочу отметить то, что непосредственно всегда в любое время, хоть в обеденное время, хоть в нерабочее время, когда возникали вопросы, она всегда реагировала на наши звонки. И, конечно, огромное ей спасибо. Поэтому у нас был такой результат. Мы полностью все вовремя зарегистрировались и прошли. Даже еще на модернизацию мы успели. На модернизацию нам тоже предложили три варианта, которые мы выбрали. Это крышу покрыть, сделать подмостки и более поменять. Поэтому на следующий год, я думаю, уже будет стройка. Ваш дом, ему сколько лет? 55 лет. Вы, наверное, поэтому и решили? Конечно, агитаторы хорошие. Все выходит из строя. Людям тяжело, они не каждый день сталкиваются с этим. И где-то что-то не понимают. И кому им еще обращаться, если не ко мне? Чтобы им не было тяжело, не казалось, что это так тяжело. Я всегда была на связи. Госслужащая успевает не только работать и помогать горожанам, но и сама воспитывать троих детей. Старший учится в Павлодаре, Назарбаевской интеллектуальной школе, в восьмом классе. Второй сын учится здесь, в шестом классе, тоже в лицее. И доча в этом году пошла в первый класс. Все учатся уже. А как вы успеваете вот соотмещать быт и работу? Другого выхода нет. У нас прям жесткий график. Планируем. Уже заранее знаем, кто куда, во сколько пойдет. Допустим, сейчас во время обеда я быстро забираю дочу. Потом ее на дополнительное. Оттуда где-то сын заберет ее. Вообще они гордятся тем, что их мама работает в Акимате. Им нравится, что они понимают, что я какой-то вклад вношу в развитие нашего города. В свободное время мама троих школьников занимается рукоделием и приучает к этому дочь. Еще увлекается рисованием и вышивкой. А для основной деятельности изучает психологию. Женщины сильные вообще в природе. И главное желание, наверное, когда человек хочет, он может все. Хочется профессионального роста. Убеждена, можно сказать, что нужно всегда помогать людям. Главная цель это, наверное, не руководить, а помочь людям. Внести вклад, да? Внести вклад. Какая у тебя мама вообще? Расскажи. Хорошая. А что еще с мамой любишь делать? А мы мечтаем вырасти. Кем мечтаешь вырасти? Доктором. Почему? Они всех летят. Зину, расскажите, куда мы приехали. Здесь, я так понимаю, жилье служебное находится, да? Здесь живут переселенцы в основном, которые приехали по программе Инбек. Также я получила здесь служебное жилье. Расскажите, сложно было получить вообще, кому выдается это жилье? Нет, не сложно. Я проработала на госслужбе уже 8 лет. И по ходатайству, по решению комиссии было принято решение предоставить мне служебное жилье, так как своего жилья я не имею. Работаю в этом регионе, имею троих детей. Но все равно же личный вопрос, он фактически самый важный, особенно когда у тебя есть дети. Да. Конечно, я очень рада, что мне предоставили служебное жилье. Решена одна проблема, то есть уже можно полностью погружаться в работу, не думая о том, как же дальше жить, как же дальше снимать квартиру. Я считаю, что она специалист довольно перспективный. Она очень легко находит язык с жителями. Зейнура очень быстро схватывает поручения, которые ей дают, задания. Может быть, большим примером для других государственных служащих, потому что ее знают и в Центре обслуживания населения, в земельном кадастре, отделы нашего аппарата. Поэтому я считаю, что вполне заслуженно, что Зейнура прошла в кадровый резерв Павлодарской области. Останавливаться на достигнутом Зейнура не планирует. Специалистка поделилась идеей об открытии клуба молодых госслужащих. В этом клубе будут не только государственные служащие, но и гражданские служащие, которые бы хотели устроиться на государственную службу. Могли бы мы обмениваться знаниями. Также гражданские служащие брали бы опыты наши. Зейнура, вы еще помимо госслужбы занимаетесь волонтерством, помогаете людям. Что вы делаете? Да, и такое бывает. В 2022 году, когда произошла авария на ТЭЦе, я думала, задала себе вопросом, чем же я могу помочь людям, какую пользу могу принести в этом случае. И тогда я поняла, что я могу развозить хотя бы людям обогреватели. На вопрос о том, каким должен быть настоящий госслужащий, Зейнура привела слова великого Абая. О том, что смысл жизни заключается в служении и помощи людям. Тогда мы приобретаем настоящую мудрость и счастье. Так оно и есть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok